Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и это начало ФФА сериала в Сигмер Стивилизейшн 6 Rise and Fall за Россию. Без всяких модов, поэтому традиционные запреты на три пантеона, две религии на плюс 10 к вере и без строительства двух чудес, Венецианский и Геликарнастский Мавзолей, Венецианский Арсенал. Собственно, всё написано у вас сейчас на экране. Меня просили в комментариях сыграть ФФА именно за Россию. У меня есть несколько видео, во-первых, против компьютера, во-вторых, до выхода дополнения Rise and Fall вот сейчас вместе и с дополнением сыграю. Традиционно прошу воздержаться от бессодержательных спойлеров и не оскорблять участников партии. Приятного просмотра! Начинаем играть. Меня уже смущает моя территория. Новый мир а тут какие-то блин буга. У меня уже нету чуда. Хорошее чудо? Науку даёт. Давайте просто рестартнем большинство. Большинство. Влад, если ты считаешь, что это реально слишком круто, то почему нет? Я так не думаю. Это не делается на лечащую победу в своей жизни, понимаешь? Влад, давай, давай решим, что ты просто, просто ты победил уже, всё. Теперь давай нормально играть. Один раз. Я, по-моему, лучший игрок, который на втором месте заканчивает и дарит победу Фантому. Я уже два раза так сделал. Нет, один раз сделал я. Не-не-не, мы играли в воскресенье, я не пошёл строить ядерки и поэтому Фантом. А, кстати, подожди, давайте по поводу ещё победы по очкам. Мы решим, что мы в конце всё-таки смотрим, у кого больше очков и того назначаем победителем. Потому что по последней игре, которая была, в которой я участвовал, там надо было 151 ход поставить и в начале 151 решить тогда. Какая разница, ты можешь открыть это графики, увидеть, что у кого больше очков. Просто игра дебильно, в итоге мы выяснили, что игра дебильно подсчитывает эти очки. То есть преимущество у того, кто выше, кто раньше зашёл в лобби. Она сравнивает с очками прошлого хода по очереди. Сначала первого игрока, потом второго, потом третьего. И если у игрока, который выше, больше очков, чем у кого бы то ни было в прошлом ходу, то игра признаёт его победителем, не проверяя следующих никак. Красиво. Да, офигительно просто. Памятник этим программистам из Фераксис. Поэтому, чтобы понять, кто победил по очкам, будем вот в конце игры и там нажать ещё один ход, посмотреть у кого больше очков. Ну, это если мы в плотничком идём, там же может быть так, что кто-то конкретный победитель будет. Какой-то русский с казаками. Да, скорее всего. Так, блин. Кстати, такой вот вопрос. Я знаю, что андетка, ну, то есть дождается конца хода обычно после первого, чтобы у него было больше гаек на поселенцам. Это вообще нормально так делать или нет? Ну да, теперь новая мета – это откладывать производство в городах. Все так делают. Причём тянут конец хода. Они не тянут конец, шифт-интер, нажимается и всё. Вот это есть другая вредная привычка. Последнее время ставить плюсики не приходить. И забывать. Слушайте, а что может клетки давать престиж вообще минус 2? Болото, рудники, джунгли. Проекта шоу этих рудников сейчас нет. Видимо, тут рядом с ней и болото, и джунгли где-то. Блин, я хочу вот тут на российский старт поставить город почему-то не на. С другой стороны, меня волнует, что если туда пойду, я могу где-нибудь тут не сдать. Аксей долго своего позидаю. Сами что-то трын делал, теперь вот сижу, думаю. Трины дети думают одновременно? Нет. Ну никто стушит. Не быть тебе великим. Да. Так, поставлю 2-2. Или вообще на рост лучше? Наверное, на рост. Чтобы меня потом приемные сыны убивали. Нафиг. Зачем ты позитивно с самого начала Алексея? Что ты сам делаешь? Пофиг. Егорное дело, животноводство надо будет. Так, ну всё, поехали. Играем в бейзды игрок, так что в имя зря не тянут. Да. Пришлось идти две каткиш в город поставить. Буду заниматься уже варварами, хотя и без плюс 5, я просто больше, может, скал пойти к моему городу. Что тоже чудо нашел? Нет, речка была такая прикольная речка, что с ней подойти поближе. Влад обманул по поводу чудо. Не, я нашел, я просто не на нем поставил. Общуете, счет эпохи нету. Я вижу клетки, но не вижу, само чудо. Я вообще готов с всем дружить, вообще не знаю, до конца игры. Ты можешь ты разъедешь сначала? Даже с вантовым. Все. Виндетта разрешилась. А что, почему у него виндетта к тебе? Ну, помнишь, что игру где-то был за Испанию, а я улетел. Ну вот, за ту игру он немножко на меня недоволен мной был, скажем так. Фантом никак вообще-то мне мешал. Твой проигрыш. Проблема вот того, что я сейчас с этими варварами воюю в том... Ну, я тебе скинул свой кошелек, правишний потом. Я не разведал территорию и просто не понимаю, куда он сейчас ставится. Мне сейчас придется просто туда везти, только потому что тут рядом дуболом. Но это очень не факт, что это лучший выбор. Тут какие-то места. Скорее всего, так вот треугольником будет у меня стоять. Три города где-то тут и тут. Ну, проблем, что гор нету. Вот горы какие-то, но это далеко. То есть, кампусы не поставишь. Не очень хорошо. Так, давайте я куплю рабочего сотка. Сейчас построится и купим рабочего. Нам три клетки обработать. Камень, животноводство, рис. На гипсе же каменоломня, по-моему. Да, наверное, каменоломня. Ты качку заманил на какой-то время, рысий не просто. Идали строителя. Город наш. Че-то не то нажал. Как хитрый. Матриганги. Гипс каменоломня. Еще здесь животноводство, потом гипс, потом рис. Так, сделаем. А, блин, я еще животноводство не открыл, что ли? Это у меня вообще рано. Да, еще четыре года. Блин, надо тогда гипс идти обрабатывать. Не туда пошел. Так. Строитель. Вот видите, у меня туда немножко пошел. Это офигительный буст, что я вначале получил строителя, но куда-то я не туда пошел, к сожалению. Надо сначала гипс обрабатывать, потом. Потому что животноводство еще четыре хода. Блин, там, еще там скаут варварский бегает, по-моему. Ммм. Слушайте, так даже лучше, что я тут не обработал. Вот тут у меня лошади. Надо сначала гипс обработать, рис, а потом лошадей. Вот так. Блин, мне тут не очень нравится сверху эта территория. Буду честен. Может вообще разведок тут не будет? У меня уже появилась... Тут как-то плоско одни луга. Ну тут, конечно, можно будет правительственную площадь как-то поставить. Тогда вот это на этих лугах. Блин. Или построить разведчика. Сохранить пока сколько-то денег. Блин, еще и... Варварский этот. Ну, надо вверх идти. Сюда пока ставить. Я куплю эту клетку. Будем ее сначала обрабатывать. Потому что расти надо в любом случае. Скаут два хода. Дальше у нас и мастерство. Плюс пять против варваров. И попытка взятия пантеона. Где? Где это? Тундра. Моя российская. Ну, наверное, внизу, скорее всего. Надо будет опуститься, глянуть. Но мне не очень мой старт нравится. Исходя из того, что это новый мир. Тут какие-то горы, но... Блин, может, все-таки туда пойти ставить город? Мне реально здесь не нравится место. Что это? Что еще? Бегнись. Смотри, может, тут вот на озере? Тут или тут поставить около горы? Тормаживает так все. Давайте вот так, наверное, сделаем. Пока. Петербург рос. Сейчас я после этого скаута буду поселенца еще строить. Посмотрим, что тут внизу. Тормина... 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 Гонсерное дело. Единственное, что жителей мало из-за этого. Немножко. Зато быстро строю. У всех примерно такой же размер. Кто-то встретил? Да, город-государство встретил. Ну, Граната так себе. Ага. То есть, тут третий город где-то ставится вполне. А если я еще дальше пойду сюда город ставить? Я хочу просто у гор кампус, чтобы был. Ну, блин, это далеко. Это я кучу территорий у себя забираю просто. То есть, если я здесь поставлю город, то я еще смогу тут поставить. В принципе, если я тут поставлю, то я тоже смогу тут поставить потом. А тут-то территория поинтереснее. Пойду туда. Тут горы все-таки есть какие-то. Кстати, это очень неплохо, что я военный город и государство нашел вначале, потому что я скоро открою мастерство и сколько-то юнитов построить. А я буду сразу иметь в столице плюс к производству при строительстве юнитов. Привет, Леша. Славьтесь, славьтесь, эти славные норвежцы. Надеюсь, вы своими дракарами не приплывете к нам. Второй твой город, я так понимаю. Да. Очень интересно тут получается. Где он тебе будет стоять? Ну, вот тут, где я стою. А кто сидит? Это столица норвежца, уже вот тут. Алексей, кто тебя нашел? Не знаю, мужик какой-то. Мужик, отзовись. Мужик, для дела. Ой, мужик, отзовите. Нет, у него столица, вот. Вот, граница столицы, вот это, 9 клеток. Ну, я так понимаю, что твоя столица отсюда в 10 клетках. Собственно. Так ведь? Шестой радиус. Такое поселение стоит от столицы. Ну, я вон вижу внизу. В смысле, как он может быть? Шестой радиус от границ, ты говоришь, правильно? Нет, от столицы, именно. Такое поселение с 6. Престиж, ой, престиж, лояльность действует в 9 клетках. Я вот вижу, что на этой клетке уже нету лояльности. Вот там, где стоит твой дуболом, там минус 1, чуть ниже минус 4, минус 7, вот так. Она просто еще слишком маленькая, чтобы действовать на 6. Ну, слушай, норвежец, у тебя столица за горами, получается. У меня-то тут прямая дорога к моей столице отсюда, поэтому я и ставлю тут город. Не думаю, что у нас могут быть какие-то тут проблемы, нет? Я не прав? Или будут проблемы? Да не думаю. Так, ну, в любом случае, это место лучше, чем здесь. Я совершенно... О, блин. Уже действует лояльность, прикиньте. Мне надо Новгород отъедать и Санкт-Петербург отъедать. Культура идет. То есть тут надо ставить город, чтобы он и на Новгород влиял, и Санкт-Петербург. Ну, не тут вот, где у меня стоит скаут. Надо подумать еще, где именно. Не хочу отсюда уходить, хочу подержать территорию. Мастерство. Успорено, как сильно он тут у меня... Ну, минус 0,7 нормально, это мы переживем. город вырастет. Блин, давайте я даже, наверное, все-таки туда переключу. Раз, два, три, четыре, пять. Далеко, далеко, широко ставлю. Ну, надо занимать хорошие клетки, они... Блин, мне не нравится моя территория. Сокровенно скажу. Если я уйду, тут, кстати, больше начнет... Ладно, посмотрим. Дальше, нужно ли мне орошение? Пока нет. Тут нефрит, нефрит. Лучше открывать. Давайте тогда в обработку бронзы потихоньку пойдем. Я, правда, пока только одного варвара убил. Ну, вот здорово у меня тут достраивается поселенница, я следующим ходом ставлю карточку на юниты. Это я удачно решил сюда ставить, иначе вы тут ставил норвежец города. Минус 9 это из-за того, что я ушел оттуда. где-то где скаут норвежца стоит, надо будет город вставить. Так, меняем на юниты. прачников пока. Тут все на рост. Так, сделаем. Надо столицу отрастить, чтобы она влияла на Новгород и не отваливалась. И Новгород не отваливался. Судя по количеству варваров ближайших соседей нету. У меня тоже просто очень много варваров. Возможно мы с тобой соседи. Кони уже бегают просто ваши лошади. Я еще норвежец хочу ставить город вот там где твой скаут стоял только что. И собственно в твою сторону я больше не собираюсь никуда оставить. ладно. от твоего скаута до моей столицы сейчас четыре клетки. понимал. Ну вот уже вырос Новгород и уже веселее. еще еще вот так еще прям вырасти. Проблема Новгорода отсутствует тут производства практически. Еще какой-то фиговый новый мир прямо скажем. Петербург еще более-менее стоит а вот остальные это очень странно Питер еще растет Курдизация ты далеко живешь? близко прям насколько близко хорошо пряности кстати хороший ресурс что он много еды и производства дает сразу пойдемте исследуем норвежцы я хочу деньги на торговца сохранить вот так сделаем и строителей вот тут еще реки ну в принципе еще есть куда тут ставить города вокруг Санкт-Петербурга нормально нормально вот это столица похоже да давайте дружбу норвеж воевать вначале очень не хочется а не империя мне бы континент найти конечно что пожалуй вряд ли получится строителя еще прачника я бы на кавалерии к норвежцу прискакал ну в смысле на казаках давайте вспомним что там казаки так круты сколько они имеют уникальный промышленный заменяющий кавалерию мощнее кавалерии еще одну военную ггшку но кстати не первым не первым я ее встретил сверху куча территории тут горы какие-то есть кстати вот тут город нормально ставится и судя по всему кампус можно будет неплохой организовать так что взять культуру от пастбищ производство на рудниках на стратегических ресурсах кромлехи анна возьму довольство украдать за счетное время находится рядом с рекой я все-таки явно лавры буду вставить а тут а тут у меня речи совет на душу ну смотрите висит игра просто поставил ну ладно тут не страшно что я не выберу а вот обработку бронзы надо отключить сейчас какого цвета я вообще подумал вначале что-то персия у нас есть персия в игре да я тоже вижу эту метку значит мы с тобой девушку все наш союз до конца игры существует у меня сейчас фарвары город возьмут скорее всего ладно может и не возьмут а вот и поляк так обработка бронзы ты далеко и шел сюда фантом своими воинами давайте астрологию может откроем вот видишь своих воинов начала письменность материка наверное справа сверху для тебя вот там где то есть фарвары я там город поставлю сейчас там где у тебя воин ты не против нет мне просто вижу что у тебя там уже город стоит справа а ты где-то близко или что ну вполне но я ниже не планирую на самом деле опускаться а там и не получится там некуда так ну ты сейчас видишь справа мой город который берут просто 4 варвара 4 окей блин красиво тупу он взял культуру от плантации ты больше не деснуть буду да конечно если у него нету места дальше то есть он с краю а я могу подобрать наш родственник ну ночью хороший план как ты думаешь для кого у нас он хороший и как будет что тут строительство чтобы он получился нужен чтобы оба игрока были заинтересованы принимали к этому видео воина это полноценный момент диреки и не сами по себе хорошие я подумаю что ты в храмы там больше ничего не засунешь я вижу твою границу это какой-то 2 2 2 2 встал скачаем но я ниже говоря ниже особо не планирую стрельба на зоне варвары меня душат вот кто возьмем наверное такие же твои не знаю мне наружную торговую но что так себе этого не все что не там один ход оставался по моему до открытия давайте как тебе жалу из новгорода отправим столицу купили торговца так есть деньги давайте выкупим пряности на как рейкере работает там стопроцентный шанс если умирает апостол это неважно кто умирает стопроцентно главное чтобы в религиозной баталии ну и апостол или пофиг люди от миссионера тоже миссионеры и мученики есть только у хмеров и миссионеры и миссионер нашли следую я могу выкопить клеток говорит что чудо есть она не сверху она справа а кто для за перца курс засыпается перца может все тогда метки поставим чтобы знать кто где чем похоже норвежицы с краю карты вообще так что жоржи эти подселил получается или что получается что-то я думал там еще место есть чего-то нет ну а внизу что у тебя нету места я просто только вот этот шет с мой недорос пока только вижу нет на правую иду там место есть под смоленск окей тут еще территория какая-то слышишь фантома если я вот под вот этим городом еще один поставлю для тебя это не будет проблемой прям под ним вот какой под джит да ну всем немчим будет задать или ветра логию это под столицу это подстать открывать давай я тебе меткой покажу а ты подумаешь четвертый радиус следующий тишит сму влиял на нос коротко я думаю что здесь подальше страх уже я буду ставить у меня с лояльностью нормально там будет тебе плюс 9 с половиной вот эти плюс 25 соседних жителей выточку пройдите на теперь если если мы не войдем если войдем в резонанс норвежцам пер я буду в темном веке он золотом вот тогда могут быть проблемы не учат наш город меня прошу прощения забыл включить запись помню не знаю сколько она была выключена ну тут собственно идет расселение пока из интересного то что вот норвежца все печально я смотрю что у него это побережье очень не неудачно то есть он вот тут будет ставить город не закажем что на меня сейчас идет нападать все на идет на меня нападать то ну вообще скорее всего он идет все таки на махенджи дару потому что здесь он вел поселенцы сюда ставить хотя может и на смоленск я в общем-то уже подвел свои своих дуболомов надо идти железо обработать или открывать будет все нормально если он на меня решит напасть да карту жесткая он даже в нормальном веке до сих пор если вышел в нормальный век то есть он героического не дождется не весело не просто тебе нужно на доттердамом ставить город сверху справа на доттердам и по статуи гуще выставили потому что там есть я тоже чуть-чуть в ту сторону буду расселять на нефть и без скажем что побережье возле конечно вызовут на дарке надо следить все равно за норве блин ну надо следить куда он идет потому что я все таки волнуюсь это может на меня быть давайте еще пару воинов сделаем а блин драккары поэтому на побережье лучше не ставить мне кажется может все таки меня обманул 55 здесь 55 нету радиума хенджи да дар и пошел жоржи этом тени сильно скаутом мешаю мне как-то я выйти отсюда не могу по одной клетке пытаюсь куда-то вылезти на этом пока все продолжение запланировано на завтра спасибо что досмотрели до конца я алексей михалецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте умные игры и всем пока и 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